25 тысяч россиян не могут вернуться из-за границы, поскольку многие страны приостановили транспортное сообщение, чтобы сдержать эпидемию коронавируса. Некоторые застряли на острове Пхукет в Таиланде. Остров закрыт, выехать никак, уехать никак, уплыть никак, улететь тоже никак, потому что рейсы отменяются. И, в общем, мы сидим вот просто и ждём чуда. Эмоциональное состояние каждого человека, который застрял, абсолютно никакое, потому что у многих дети брони заканчиваются. Туристы, застрявшие в Черногории, обращались в посольство России. Им обещали, что всех вывезут. Уже прошло 10 дней, мы поняли, что звонить им нет никакого смысла. И просто ничего не делаем тут, просто ждём. Мы в магазин ходим. Как бы просто так жизнь проходит. Очень сильно хотим вернуться в Россию. Больше всего людей гнетёт неизвестность. Деньги не бесконечные, деньги заканчиваются. Даже несмотря на какую-то там помощь хозяев, ну, всё равно я не знаю, как дальше будет. Мы-то ещё покупали евро по старому курсу, если придётся изыскивать. Ну, соответственно, уже совсем другие деньги. В настоящее время в Москве открыт только один аэропорт – Шереметьево. В день пропускают по 500 человек. Региональные аэропорты принимают по 200 пассажиров. Между тем улицы российской столицы остаются пустынными. Согласно правилам карантина, выходить из дома можно только за неотложной медицинской помощью, а также за продуктами в аптеку, вынести мусор или выгулить собаку. В России на 1 апреля зарегистрировано 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах. 24 человека умерли, 190 выздоровели.